Работа воспитателя – кропотливый и каждодневный труд, требующий много любви, терпения, сил и самоотдачи. Ведь воспитатель должен уметь быть ласковой мамой, добрым другом для каждого малыша, пришедшего в детский сад. Сегодня мы расскажем вам о воспитателе, которого знают многие родители Аула Кашихабль не понаслышке. Светлана Конова работает в детском саду Нольмас Аула Кашихабль с 1998 года и по сегодняшний день. Профессию свою она выбрала не случайно. С этого она и начала нашу беседу. Я училась в Маякопском педагогическом колледже имени Хусейна Андрухаева. После колледжа поступила в Адыгейский государственный университет на факультет дошкольного воспитания, дошкольной педагогии и психологии. Окончила ее заочно. В это время я уже работала в детском саду. В детском саду я работаю 1998 года. Ну а пришла я в профессию, ну решила прийти, когда пошла в гости к маме в больницу, где она работает акушеркой. Там я попала в такой процесс, где роженица только рожала. И ребенок так сильно кричал, что ожидают. А мама говорит, ты сидишь, говорит, так тихо, не испугалась. Нет, говорю, не испугалась. А кто, говорю, родился? Мальчик. А что, говорю, с мальчиком потом будет? Она говорит, ну он повзрослеет, потом пойдет в детский сад. А в детском саду что они будут делать? Ну там, говорит, воспитатели находятся, они будут их воспитывать. Ну вот тогда я решила, я ей сразу сказала, мама говорю, я, наверное, буду воспитателем. А после девятого класса она мне сказала, ты говорила, ну ты хотела, мечтала, а нужно мечты превращать в реальность. И вот с помощью мамы я поступила в педагогический колледж. Что значит быть воспитателем? Для Светланы Аскорбьевны это возможность постоянно быть в мире детства, фантазии и сказки. В детском саду вообще несложно работать воспитателем. Интересные дети, с ними интересно работать, придумывать, творить. Ну, с ними не тяжело. Труд воспитателя, он тяжелый, он несет ответственность за малышей. Ну, мама от себя отрывает, приводит в детский сад. Воспитатель учит его. И умываться, и, как говорится, ручки мыть, вытирать, и заниматься, дружить самое главное, в коллективе находиться. Профессия воспитателя – это лучшая профессия для женщины. Ведь главное качество женщины – это материнство. И по-матерински она старается окружать детей. Это заботой. В ответ она получает новый заряд позитива, творчества, массу положительных эмоций. Моя группа, младшая группа сейчас, группу мы назвали «Солнышко», потому что они как и для родителей, так и для педагогов наши «Солнышки». Когда приходишь утром и смотрят на тебя такими распахнутыми глазами что-то ждущее, что-то нового от воспитателя, и ты им это даешь, и они тебе взаимностью отвечают, они к тебе подбегают, обнимают, говорят, что хотят приходить в садик, что не хотят уходить, я до свидания, я завтра еще приду. Ну как можно не любить такую работу? Светлана считает, что нужно верить в способности каждого ребенка, учить их доброте, развивать их творческие способности. Коллегам я хочу пожелать здоровья крепкого, мира над головой, хороших воспитанных деток, добродушных, вежливых родителей, творческих успехов им.